За всё время существования онлайн-видеоигр много проектов закрылись, или вообще на последнем издыхании. Недавним примером стало закрытие Prime World от наших разработчиков. Так давайте же поразмышляем, что может произойти, чтобы наша любимая игра как League of Legends закрылась, потеряв свою популярность. И да, если мы наберём 20 лайков, то я выпущу обзор на какую-нибудь закрытую моба, в которой играл очень давно. А с вами всё так же, Тоби Шой. Погнали! Обновление. Одной из самых ключевых задач разработчиков – выпускать обновление, чтобы игры не застаивались и создавали контент на постоянку. Да, на данный момент в Лиде обновление выходит раз в две недели, во вторник. Отчего не создаётся этого застоя? Ну давайте представим, что в какой-то момент ритосы перестанут делать обновления. Как быстро вы уйдёте из Лидии? Мне бы хватило буквально на полгода. Наверное, по этой причине выходят патчи, которые колоссально меняют игру два раза в год. Отчего же, опять же, я повторюсь, не появляется застоя. И игра постоянно эволюционирует. Клиберспорт. Развитие киберспорта – одна из основных параметров для пиары игры. Во время трансляции огромное количество людей смотрят данное событие, чем и подогревают интерес игроков к стремлению стать лучше. А где есть лучшие, там и есть конкуренция. А где есть конкуренция, там и есть интерес к данному проекту. Отсутствие киберспорта не убьёт лигу, но колоссально снизит к ней интерес. Отчего киберспорт занимает очень большой вес. Должны идти дальше, по крайней мере, эгибитор на центральной линии точно должен падать в пользу ворот. Но всё-таки ещё есть 12 секунд до Сантоса, что не очень много. Кроукраунд нужно торопиться и нужно прибавить драку. Здесь и сейчас-то у них есть старший дракон. И возможно, этого времени хватит, потому что атака по Анасу. Но пока неплохо играет Кобанс. Неплохо играет Башни. Башни можно играть, заиграет Башни. И потом, возможно, Найсус. Но падает Кинзу. Падает Кальфон. Юникон Зом Лам. Идут вперёд, забирают четырёх. Майти Дрэгон единственный, кто остаётся. Но у него очень мало хп, и по нему играют Юникон Зом Лам. Босс, единственный, кто упал со стороны Иолом. Играя по Майти Дрэгону, Сантос тянет время команде оппонентов. Ивенты. Ивенты поддерживают интерес в определённых периодах. И даже сейчас есть возможность получить сундути. Увеличивает ли это онлайн? Естественно. Но является это основной популярностью? Видимо, нет. Она просто подогревает его. И даже если в какой-то момент исчезнут ивенты, то интерес к Лиде не так сильно угаснет. Отчего можно сделать выводы то, что потеря ивентов не приведёт к крушению к Лиде Легенд. Контент. Контент, который выходит на Ютуб-канале Лиде Легенд, подогревает интерес к игре. Я знаю огромное количество людей, которые ни разу не играли в Лигу, но при этом прекрасно знают клип про Джинкс. Или слушали песенку из КДА. И может когда-нибудь в будущем они найдут в себе силы и установят Лигу и попробуют в неё поиграть. Ну и как по мне самое основное, почему Лига Лиде держится на плаву, хотя у её конкурента Доты, есть какие-то просадки по онлайну. И основное это казуальность. Тот, кто знает историю развития WoW, сразу вспомнит о суровых днях классики и обыденных казуальных в актуале. Игра занимает всё так же лидирующие места по онлайну, даже с учётом её цены и количества пиратских серверов. Так к чему всё это? А к тому, что Лига Легенд идёт по тому же сценарию и придерживается этого же пути. Более облегчая карту, как пример роль лесника, добавляя таймеры на лесные темпы или увеличивая скорость зачистки леса чемпионам, которые не предназначены для этой роли, пример Рамбл или Марагана. Риоты оказуалили большинство механик, чтобы игроки могли сразу рваться в бой, без расчёта таймингов и не включая голову. Но зачем всё это? А потому что огромное количество людей сидят на рангах не выше золота, отчего и разработчикам нужно делать акцент на данных игроков, всё больше оказуаливая игру. Что бы было, если бы не было бы даже казуальщины, многие игроки бы не смогли достичь даже голды. Отчего сидение на пустом месте могло вмиг переубедить игрока тратить время на данную игру. Плюс к этому у игроков стало очень мало времени на изучение механик и гринда, и разработчики это прекрасно понимают, отчего данная казуальность играет им на руку. Да, я не говорю, что Лига Лиден стала очень простой. Она выдержала баланс, добавляя сложных чемпионов, но облегчая саму суть игры. И как мы видим, оказуаливание игры это неплохой сценарий, который сработал уже с Лиги Легенд и с World of Warcraft. Я уверен, что есть огромное количество игр, где предпринимаются тот же сценарий, для удержания аудитории. Ну и в заключении хотелось бы сказать, что по отдельности каждый фактор не делает такой колоссальный импакт по онлайну, но в совокупности порождает одну из самых популярных игр на данный момент. А быстрая адаптация, как это было с TFT, приводит Riot Games к одной из самых лучших кампаний по разработке игр. С вами все так же был Тоби Шой, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу ВКонтакте, заходите в Дискот, где со мной лично сможете пообщаться, и не забывайте, я тот человек, который прошел все моба. Субтитры сделал DimaTorzok